Восстановление голосовой функции Поистине трудно оценить возможность общаться голосовой функции, и когда эта возможность у пациентов исчезает, то исчезает их круг общения, и у них, они, стают перед ними угроза профнепригодности. В неонкологии в основном поступают пациенты, как и другие специализированные лечения, с местно распространенными отопливыми процессами, и им показано хирургическое лечение в объеме полного удаления гортани. Хирургическое лечение при раке гортани и гортановлодке приводит к тяжелым нарушениям дыхательной и голосовой функции. Как правило, пациенты в послеоперационном периоде общаются малопонятной шепотной речью или с помощью письма. Это существенно ограничивает их качество жизни, это существенно ограничивает их социальную адаптацию и ведет к инвалидности. Восстановление нарушенных функций в результате хирургического лечения является основной задачей в послеоперационном периоде и имеет определяющее значение в плане качества жизни пациентов и в плане социальной адаптации данных больных. Целью нашего исследования, собственно говоря, как и всей нашей работы, является улучшение качества жизни больных раком гортани и гортаноглодки после ларинтомии с применением различных методов восстановления голосовой функции. В нашем отделении используются 4 метода восстановления голосовой функции. Это логопедический метод путем формирования пищеводного голоса, трахеопищеводное шунтирование с установкой голосового протеза, субтотальная ларинтомия с формированием трахеоглодочного шунта и применением голосовых аппаратов. Каждый из этих методов имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. При поступлении пациентов в наш стационар, когда уже решен вопрос о том, что хирургическое лечение будет в объеме полного удаления гортани, как правило, у этих пациентов берет логопед и рассказывает им о возможности восстановить голосовую функцию в послеоперационном периоде, показывает им видео с пациентами, которые общаются с звучной речью. По возможности проводится беседа с родными и близкими пациентами, поскольку во многом от них зависит социальная адаптация в дальнейшем самих пациентов. В нашем отделении основным методом восстановления голосовой функции является формирование пищеводного голоса. Поскольку формирование пищеводного голоса – это механизм достаточно сложный в создании нового компенсаторного органа, когда вырабатываются новые условные рефлексы и закрепляются многократными голосовыми тренировками, данные, данная методика, она очень длительна по времени и очень затратна, физически очень затратна для пациентов. И пациент занимается с логопедом 3-5 раз в день, и каждый час пациент должен заниматься самостоятельно для того, чтобы эти условные рефлексы у него как можно быстрее формировались. И мы разработали методику с применением формирования пищеводного голоса, с применением биологической обратной связи для того, чтобы увеличивать, вернее, уменьшать время реабилитации, для того, чтобы наиболее быстро формировались условные рефлексы. Данные тренировки с биологической обратной связью применяются нами при формировании пищеводного голоса и при улучшении пищеводного голоса. На данном слайде я бы хотела показать, как выглядит тренировка с помощью компьютерно-программного комплекса. Это наша совместная разработка с Томским университетом системы управления радиоэлектроники. Метод биологической обратной связи, который мы используем именно в этом комплексе, позволяет предъявлять пациентам информацию о состоянии голосовых функций, ту информацию, которая недоступна контролю в обычных условиях. Мы даем возможность пациентам видеть их частоту основного тона, длительность фанации и сознательно управлять данными параметрами. Как я сказала, уже у нас три метода голосовые тренировки у нас с биологической обратной связью проводятся по вызыванию звука псевдоголоса. И в дальнейшем, когда пациент уже может спокойно вызывать звук псевдоголоса, мы переходим к увеличению длительности фанации, поскольку пищеводный голос, он, как правило, очень короткий, потому что для энергетической основы пищеводного голоса является воздушный пузырь, верхний третий пищевода. Мы с помощью голосовых тренировок увеличиваем длительность фанации и повышаем частоту основного тона, поскольку пищеводный голос имеет очень низкую частоту основного тона. При поступлении пациента на логовосстановительное лечение мы заводим на каждого пациента индивидуальную карту, в которой автоматически заносятся все тренировки, результаты всех тренировок, все параметры, по которым мы тренируемся, все аудиозаписи, которые мы делаем, и анализ спектральный этих аудиозаписей. И в дальнейшем, когда мы можем открыть эту логопедическую карту и показать пациенту, каким образом он уформировался в пищеводный голос, как шла динамика, это является дополнительным таким мотивационным стимулом. В среднем мы приступаем к тренировке с биологической обратной связью где-то на пятый день от начала голосовой реабилитации. Один раз в 3-5 дней мы также проводим запись голоса пациента для спектрального анализа. И в дальнейшем, если это необходимо, мы корректируем тактику наших голосовых тренировок. Для каждого пациента вот эти показатели, они очень индивидуальны. И все эти показатели заносятся перед занятием, объясняются пациенту, и мы проводим занятия. Занятия проводятся следующим образом. Мы открываем картинку на экране и говорим пациенту. Вот вы будете повторять за логопедом речевой материал, и если вы будете правильно говорить, хорошо говорить, выполняя вот эти параметры, то будет открываться небольшая часть картинки. Мы варьируем и нагрузку на пациента, мы варьируем, и параметры, по которым работаем. То есть у нас в нашей методике очень значимым является индивидуальный подход к пациенту. И сейчас я бы хотела, если получится, показать фрагмент занятия, как пациент, это очень небольшой, маленький фрагмент занятия, как пациент, собственно говоря, занимается с программой. Будьте добры, первое видео. 100, 102, 100, еще раз, 103, 100, 104, 104, хорошо, закончили. И таким образом заканчивается занятие пациента. Положительное подкрепление во время голосовых тренировок является значимым, и оно поступает как от логопеда, так и от программы. Вот таким образом говорит наш пациент. Пожалуйста, второе видео. Уже почти шесть лет после операции. Пять лет я уже работаю в частном охранном предприятии. Общаюсь с людьми. Это звали по телефону. Еще одним методом, который начал применяться у нас с 2012 года, наши хирурги с 2012 года стали выполнять хирургическое лечение в объеме субтотальной ларинкотомии с формированием трахеоглуточного шунта. И возник вопрос о восстановлении голосовой функции данных пациентов. Данный объем предусматривает трахеостомию, субтотальную резекцию гортани с сохранением на интактной стороне гортани черпаловидного хряща, половины или 1-3 голосовой складки предгортанных мышц и возвратного нерва. Трахеоглуточный шунт формируется за счет мобилизации и слизистой сохраненной части гортани. Начало шунта располагается у верхнего края трахеостомы и заканчивается шунт в глотке под языком. Таким образом, данные пациенты дышат всегда через трахеостомическое отверстие. У них отсутствуют структуры для формирования нормального голосообразования. Эти пациенты, для того чтобы говорить, эти пациенты должны сделать глубокий вдох и, закрывая трахеостомическое отверстие, воздух из легких проходит через трахеоглуточный шунт и попадает таким образом в гортань. Покажите, пожалуйста, третье видео. Вот так дышит пациент через трахеостомическое отверстие. Потом он делает хороший глубокий вдох, закрывая трахеостомическое отверстие и воздух через шунт проходит в глотку. Следует отметить, что данные пациенты, мы их берем не ранее, чем через 21 день от хирургического лечения. Также они 3-5 раз в день занимаются с логопедом и тренируются самостоятельно. Сроки реабилитации очень небольшие. Наша задача именно вызвать звук голоса. Он, как правило, появляется на первый-второй день и дальше уже небольшие тренировки по улучшению этого голоса. На сегодняшний день у нас прошло 24 пациента. Из них 22 пациента. У 22 пациентов установили голосовую функцию. У двоих пациентов установить голос не удалось. Им был сформирован пищеводный голос. Вот таким образом... Дайте, пожалуйста, следующее видео. По-моему, оно четвертое. Вот таким образом говорят эти пациенты. Через месяц начали заниматься с логопедом. Через неделю я разговаривал по телефону. Проблем с общением нет. У них действительно нет проблем с общением, поскольку голос у них достаточно понятный, достаточно модулированный голос с эмоциональной окраской. Они могут варьировать его по громкости. У них достаточно длительное предложение, поскольку для энергетической основы голоса является легочное дыхание. Также мы используем в своей работе... У нас бывают пациенты с трахеопищеводным шунтированием с установкой голосовых протезов. Но здесь роль логопеда не очень, я считаю, значительная, поскольку, как правило, этим пациентам достаточно одно-два занятия, и они уже говорят. Дайте, пожалуйста, следующее видео показать, как говорят пациенты. Первый раз обратился, где-то назад. Абинацию сделают в сентябре, в третьем сентябре. Клапан вот так тоже получается, вот, где-то пиатенарно. Клапан. Данные пациенты говорят достаточно громким голосом. Длительность фонации у них тоже существенная, поскольку для речи, для голоса образования используется легочное дыхание. И, в общем, единственным минусом является то, что приходится довольно часто заменять этот голосовой протест. И бывали такие случаи, когда пациентам уже не могли поставить новый голосовой протест, когда мы включили пищеводный голос. Следующий метод восстановления голосовой функции – это использование голосовых аппаратов, электрогортаний. Здесь пациенты, как правило, справляются без логопеда. Вот мы им советуем приобрести. И, как правило, это те пациенты, которым мы просто не смогли помочь другими методами. То есть это вот как последний, так сказать, метод, который остается у пациентов. Здесь, как правило, как я уже сказала, пациенты справляются сами. Если были те, которые не смогли научиться, они приходят. И, как правило, достаточно одного-двух занятий показать пациентам, как нужно пользоваться этим протезом, найти ту точку подбородочной области, правильно прислонять мембрану голосового аппарата. И руль логопеда на этом исчерпана. Никак повлиять на качество голоса мы не можем, к сожалению. Таким образом, на сегодняшний день в отделении опухоли головы и шеи применяется полный цикл лечения и реабилитации больных раком гортани гортана глотки от удаления опухоли с применением различных техник реконструктивно-пластических хирургических вмешательств до полного восстановления голосовой функции. У больных раком гортани и гортана глотки после хирургического лечения в объеме ларинфтомии необходимо проведение реабилитационных мероприятий для восстановления голосовой функции. На сегодняшний день неонкология томского НИМС используются различные методы голосовой реабилитации после полного удаления гортани, но предпочтение в нашем отделении отдается наиболее физиологическим. Это формирование пищеводного голоса и субтотальной ларинфтомии с формированием трахеоплоточного шунта. Лакопедическое занятие по возможности нужно начинать в раннем послеоперационном периоде и внедрение новых технологий дает возможность достичь более высокого результата и сократить сроки реабилитации. От лица авторов я благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok